Федеральный фонд защиты прав дольщиков профинансирует завершение строительства двух проблемных домов в Уфе. На эту работу выделят порядка 670 миллионов рублей. Об этом стало известно на строительном часе в Доме Республики. На средства фонда защиты прав граждан участников долевого строительства будет достроен проблемный дом недалеко от кинотеатра «Родина». И еще один объект в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Менгажева и Коммунистической. Ранее эти объекты возводил регионстройкомплекс. Квартира получит 110 дольщиков. Также на строительном часе глава региона доложил о сдаче проблемного дома компании «Интеграл» в Нефтекамске. Объект ввели в эксплуатацию на минувшей неделе. На сегодняшний день в городе остается еще один проблемный объект данного застройщика. Его планируют сдать до конца года. Что касается столицы республики, то здесь до конца 2020-го квартира получит более 800 дольщиков компании «Госстрой». А по жилым комплексам «Миловский парк» и «Серебряный ручей» по поручению Радия Хабирова будут созданы рабочие группы, которые займутся вопросами строительства проблемных объектов. На поддержку экспортеров Башкортостана дополнительно выделят 85 миллионов рублей. Об этом сообщают в правительстве региона. Средства планируют направить на частичное возмещение затрат, связанных с транспортировкой товаров, включая пилотные партии. Уже получены заявки от предприятий на 55 миллионов рублей. Ранее для поддержки предприятий-экспортеров из-за республиканского бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Как сообщает председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева, подписано 41 соглашение с 32 компаниями. К слову, региональный проект развития экспорта в Башкортостане реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Башкортостане бывшего директора Баймакского лесхоза подозревают в незаконной рубке лесных насаждений и растрате веренного имущества. Подробности дела рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Два года назад директор лесного хозяйства, используя служебное положение, организовал незаконную вырубку старых сосен объемом более тысячи кубометров. Древесину в дальнейшем планировал продать. Ущерб лесному фонду превысил 6 миллионов рублей. Но, кроме того, подозреваемый незаконно продал заготовленную лесничеством древесину за полтора миллиона рублей. Расчет получил наличными, а деньги потратил по своему усмотрению. В результате преступных действий подозреваемого лесному фонду Российской Федерации и самому Баймакскому лесхозу причинен ущерб на общую сумму свыше 7,5 миллионов рублей. В настоящее время с подозреваемым проводят следственные действия. Следователями изучается финансовая и организационно-респредительная документация лесничества. Добрашиваются работники учреждения и другие свидетели. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Напомню, что уголовное дело в отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено сразу по двум статьям. Незаконная рубка лесных насаждений и растрата веренного имущества. Парламент Башкортостана планирует внести в Госдуму законопроект о поддержке изобретателей. По поручению председателя Госсобрания Республики Константина Толкачева его разработает Комитет по промышленности и инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. Инициатива призвана стимулировать создание и внедрение в производство новой техники, оборудования и технологий. Нововведение также позволит увеличить востребованность открытия российских ученых на внутреннем рынке, уверены депутаты. Для предприятий, которые разрабатывают и внедряют новые технологии, предлагается создать систему стимулирования. Мы предлагаем законодательно закрепить механизмы продвижения запатентованных технологий и прописать систему стимулирования для предприятий. Внедрение новых технологий связано с риском, и эти риски должны быть застрахованы. Учитывая, что государство контролирует порядка 70% экономики, логично ожидать, что именно государство возьмет на себя обязанности по страхованию рисков. По мнению республиканских депутатов, инициатива позволит избежать ситуации, когда изобретения российских ученых годами пылятся на полках, утрачивая свою актуальность. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК «Алфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова